Всем привет! Меня зовут Амрида Шелковникова. Это моя творческая мастерская, в которой мы будем обсуждать искусство, тему технологии живописи и другие темы, которые интересны художникам. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о межслойной обработке. Что это такое, зачем это нужно и как ее делать. Раньше, когда я только начинала свой творческий путь, во время работы с многослойными картинами, особенно в которых использовалось очень много слоев и эти слои были очень тонкие, у меня, но и не только у меня, случались разные проблемы. Иногда я сталкивалась с тем, что краска попросту скатывалась с гладкой поверхности предыдущего слоя, как вода скатывается со стекла. Или же, если она немного прилипала, то ложилась просто ужасно и некрасиво, а работа на вид становилась скользкой и какой-то резиновой. Одно время я даже думала, что работу нужно писать только в два слоя максимум, потому что остальные слои просто-напросто не ложатся. А если мне все-таки удавалось преодолеть первые две проблемы, и я дописывала картину до конца, то возникала еще одна сложность. Когда я покрывала работу лаком, то верхние слои сморщивались, как клеенка, или краска растворялась. Это те проблемы, которые возникают сразу, как показатель плохого сцепления. Но бывает так, что у вас все завершилось хорошо, и ничего ужасного не произошло. Но по прошествии нескольких лет картина может сильно пострадать, и слои начнут отслаиваться коржами и хлопьями. Что же необходимо делать, чтобы этого не произошло? Как сделать ваши произведения искусства не только красивыми, но также очень качественными и прочными? Я вам покажу это на примере одной из своих работ. Как вы видите, я пишу на мелкозернистом холсте. Это ультрамелкое зерно и поверхность очень гладкая. Такая поверхность дает очень красивый результат. Если вы пишете гладко, тонко, то не видно мазков кисти. Это просто замечательный холст для многослойной живописи. Пропись на таком холсте можно доводить до совершенства даже на стадии подмалевка. Но в этом материале есть свои минусы. Очень гладкие поверхности не могут обеспечить хорошего сцепления, особенно на третьем и четвертом слое. В книгах по технологии обычно рекомендуют немного поскоблить поверхность лезвием или тонкой наждачкой. Но не в случае с этой картиной. Тут уж больно тонкие глазури. Да и Леонардо вряд ли скоблил свою Джоконду, поскольку в ней совсем тонкие и хрупкие слои. В случае с такими работами я рекомендую пройтись по хорошо просохшему слою ретушным лаком. Он немного разрыхлит предыдущий слой и создаст липкую пленку и создавая хорошую адгезию между слоями. Адгезия это сцепление, соединение одного слоя с другим. Но по такой поверхности бывает сложно работать, поскольку ретушный лак, хватаясь за сырую краску, быстро высушивает ее и невозможно делать растяжки. В таком случае я использую небольшое количество уплотненного льняного масла, смазывая им всю поверхность. Что ж, теперь можно работать дальше. Я продолжу свою работу по подготовленной поверхности. В этом видео я рассказала вам про один из доступных и проверенных способов, как сделать межслойную обработку и обеспечить надежное сцепление слоев. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, порекомендуйте это видео своим друзьям и подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем пока!